Как к нынешнему поколению относиться к ней, как к Великой Отечественной или Второй Мировой? Вот относительно этого. Давайте зададим простой вопрос. Кто придумал этот термин «Великая Отечественная война»? Термин придумал товарищ Сталин. Сначала он называл «Отечественная война», а потом еще добавил «Великая Отечественная война». Однако запретил писать историю Великой Отечественной войны. Вот пока Сталин жил, истории Великой Отечественной войны просто не было. Давайте праздновать «Великая Отечественная война», но только не надо в историю туда. А почему нет? А потому что... Давайте вот с какой стороны посмотрим. С чего начиналось? Вот в Кремль. Приезжает в Кремль господин Риббентроп, министр иностранных дел гитлеровской Германии. Гитлера там нет. Там присутствует товарищ Молотов, Риббентроп. И позади стоит товарищ Сталин. И они подписывают пакт Риббентропа-Молотова. По существу это пакт о ненападении. На самом деле это пакт о начале Второй мировой войны. Подписали этот пакт. И через неделю Вторая мировая война началась. Так вот, разразилась эта Вторая мировая война. Три участника. Гитлеровская Германия нападает на Польшу. Потом Советский Союз нападает на Польшу. Польшу делим и устраиваем парад победы. Вот когда говорят парад победы, я говорю, давайте самый первый вспомним. 22 сентября 1939 года в Бресте. Гудериан и Кривошеев приветствуют победоносные войска, разгромившие Польшу. Так вот, три государства. Три государства вовлечены. Германия, Советский Союз и Польша. Давайте вот посмотрим, где Германия сейчас. Это самое мощное государство Европы. Посмотрим на Польшу. Это самая динамично развивающаяся страна Европы. Темпы развития просто невероятные. Я часто бываю в Польше, и я вижу каждый раз вот эти рыбки. Каждый вот приехал, посмотрел, а там все краше и краше уже. Становится такая мощная, мощная европейская страна. А где Советский Союз? А Советского Союза нет. Понимаете, Советский Союз развалился. И вот я возвращаюсь к проблеме. Давайте праздновать победу того Советского Союза, который сгнил и развалился. Это, ребята, это морально вообще-то. Так вот, началась Вторая мировая война. Советский Союз и Гитлера и Германия договорились в Кремле, не в имперской канцелярии. И вот Советский Союз воюет в Финляндии. Германия неудачно. Германия в Норвегии. Гитлер идет, захватывает Бельгия, Голландия, Лексенбург. А мы захватываем Эстонию, Литву, Латвию. То есть это идет Вторая мировая война. И вот нам, нашим идеологам, как-то хочется это забыть. С чего же это все началось? И вот давайте вычленим. Вот на нас напали 22 июня 41 года. Вот давайте это помнить. А вот то, что мы там всех атаковали, всех наших западных союзников, с кем имели границу, напали на всех. В ходе Второй мировой войны. Мы это забудем. Давайте вот Вторую мировую войну, ну, ну, вот на нас напали. Вот это нехорошо. Это очень нехорошо. Поэтому я считаю, что использование термина «Великая Отечественная война» аморально, это придумано для дураков. Придумано для того, чтобы скрыть наши преступления до тех пор, пока мы не признаем своих преступлений, ничего хорошего в нашей стране не будет. Так, а в продолжение этого вопроса, вообще канун войны это самая такая табуированная тема, я бы сказал, потому что действительно приходится сразу придумывать какие-то отговорки относительно инициативы этого развязывания войны, собственно говоря, формально с 39 года сентября. Но, в принципе говоря, вообще все, что этому предшествовало, мягко говоря, выглядит как фактическое разделение вот этой ответственности СССР и Германии. И сейчас это несколько раз уже обсуждалось, вот, ну, все это называется, то ревизионизм там со стороны советской историографии, там, теперь уже российской историографии отечественной, относительно того, кто вообще несет ответственность за развязывание. Как сейчас в Европе, с одной стороны, и как справедливым бы было эту историю с разделением ответственности по-новому рассмотреть, для того, чтобы хотя бы понять, как эту ответственность определить СССР. Вроде как СССР больше нет, СССР как субъект исчез, и как исторический субъект, ну, он был, но он нашел в лице России преемника, каким себя считает нынешняя Россия, юридически, формально. Но исторически-то, в общем, СССР нет. А как быть с этой исторической ответственностью, значит, СССР и Германии за развязывание войны? Вот об этом, давайте поговорим. Если мы признаем, если Россия признает себя правоприемником Советского Союза, то, конечно, должна нести ответственность за развязывание Второй мировой войны. И давайте копнем немного глубже. Немного-немного глубже. Посмотрим на герб Советского Союза. Земной шар, и на него наложены символы коммунизма. То есть весь мир будет наш. И посмотрите на карту, вот этот глобус, и там Советского Союза нет вообще-то, понимаете? Вот все, Африка, там Европа, вся Азия, оно все красное. То есть Советский Союз, это будет весь мир, это будет... Берем плакат того времени, сидит мальчик, колотит там молотком, колотит глобус, что-то написано. Весь мир будет наш. Так вот, тогда мы говорим об ответственности. Сейчас стало модно говорить, что вот мы, Советский Союз, вместе с Гитлером развязали Вторую мировую войну. Вот, мол, равная ответственность. Я категорически против вот этой равной ответственности. Никакой равной ответственности. Граждане, никакой равной ответственности. Дело в том, что сразу же после захвата власти было два вождя коммунизма, товарищ Троцкий и товарищ Ленин. И Троцкий в захвате власти имел гораздо больше, его вклад в захват власти коммунистами гораздо больше, чем вклад Ленина. И в момент захвата власти, товарищ Троцкий на весь мир объявил. Вот, или же весь капитализм, то есть весь остальной мир погибнет, мы сделаем коммунизм везде. Либо погибнет Советский Союз. Он прав в том отношении, что Советский Союз погиб именно потому, что не сумел Советский Союз распространить вот эту раковую опухоль на весь остальной мир. Ведь мы же с самого первого момента сразу же ринулись и Польшу освобождать, и Эстонию, и Литву, и Латвию, куда только, и Китай. И во время войны в Иран сунулись, хотя в августе 41-го года нужно было спасать киевскую группировку. Там 4 армии гибли в котле, в это время товарищ Сталин вводит 4 армии, 4 армии вводит в Иран. У нас такая вот освободительная война была. Поэтому я считаю, что само вот это понятие Великая Отечественная война придумано за тем, чтобы вычленить действия Советского Союза из Второй мировой войны. Пока мы на всех нападали. Вот это мы забудем. После так называемой Великой Отечественной войны мы захватили Туву, мы сделали Китай коммунистическим, мы сделали половину Кореи коммунистической. И это все в этой самой Второй мировой войне. Мы это все забываем. Давайте помнить только, когда вот на нас напали. Это так нехорошо. Интересно. Ну, в общем, еще раз тогда вернемся к предвоенному периоду для большего понимания. Значит, повторяю, что он очень табуирован в силу вот этих причин. Потому что если исследовать советскую историю, ну, так сказать, характер деятельности, прежде всего, Кремля, Сталина и так далее, становится понятно, что, собственно говоря, все, что делалось в канун этой войны, начало ее в 1939 году, в общем, скорее характеризует попытку действительно нападения, а не, как это принято сейчас в историографии, говорить об упреждающем ударе. Причем об упреждающем ударе говорят, как, ну, вынуждены, что ли, ну, вроде как под действием критики, что, да, конечно, Советский Союз готовил этот упреждающий удар, чтобы отвести от своих границ угрозу, для того, чтобы каким-то образом отсрочить начало столкновения с гитлеровской Германией. А вот на самом деле ведь известно, что вот концепция ваших книг, ну, и ледокол, и все последующие, говорит о действительно подготовке нападения, захвата, то, о чем вы сейчас сказали, начиная от концепции, так сказать, перманентной революции и заканчивая Троцкого, которая, собственно говоря, перетурбирована была, собственно, Сталином и мало чем отличалось действие советского руководства в 30-х годах, во второй половине особенно, да и в предыдущий период отличались тем, что, в общем, планом было почти штабным, именно нападение. Вот по этому поводу более детально, что бы вот можно было сказать, Виктор? Давайте я даже чуть-чуть двину туда, вглубь истории. Начнем с того, что сразу же после, как только гражданская война завершается у нас, сразу же Красная Армия идет в Польшу, и песня над нами гремит, над Красной Армией, «Даешь Варшаву, дай Берлин, уж врезались мы в Крым». Ну, Крым тут как-то странно вспоминать. Так вот, Германия, вот что нужно вспомнить, Германия была разоружена полностью, запрещено иметь постоянную, иметь армию, мобилизационную армию, то есть Германия не могла готовить резервы. Есть маленькая 100 тысяч армия, и это все. Вот 100 тысяч нельзя иметь, генеральный штаб, нельзя иметь тяжелую артиллерию, нельзя иметь танки, воздушно-десантные войска, нельзя иметь авиацию, ничего нельзя иметь. И в это время товарищ Сталин тайно приглашает немцев, говорят, «Ребята, вот у меня в Казани есть танковое училище, а давайте вот кто у вас тут танкист такой вот немножечко понимает? Гудериан, да? Гудериан, иди сюда, вот давай, вот учись, вот смотри, вот тут». Никто не увидит. Вот я задаю вопрос, ребята, «А вот товарищ Сталин, этого самого Гудериана, гений танковой войны, гений Блицкрига, вот этот страшный удар, рассекающий, когда все рушится и валится». Послушайте, он против кого готовил этого Гудериана? Там все эти танковых генералов, много-много их. В Липецке готовят авиационных генералов. Это вот самое главное, вот верхушку самую, вот профессионалов высшего класса подготовить. А вот против кого? Ну не против же себя самого, не против, да? А против кого? Против всей остальной Европы. Уже тогда это не мной же выдуман ледокол. В то время в кругах партийной элиты вот эта идея ходила, и высшим партийным товарищам объясняли, Германия – это ледокол революции. Не мы будем крушить Европу. Нам дядя, вот мерзавец, убийца, он сокрушит Европу, уйдет в Британию, а мы нанесем удары сзади. То есть это настолько логично, это настолько просто. Так вот, гитлеровскую, еще не гитлеровскую, германскую армию возродили у нас. Подводные лодки запрещено конструировать. Так их конструировали в Ленинграде. В Москве работал доктор Гротте, который делал немецкие танки. Запрещено делать танки. Ну вот они конструируют танки. В Пелях работал немецкий авиационный завод. Там готовили кадры. То есть не просто товарищ Сталин поддерживал Германию, но поддерживал вопреки международным соглашениям, вопреки Версальскому договору. Далее. Гитлер был выращен товарищем Сталином. И я приводил в своих книгах документы, где Гитлер, отправляя полковника Ашенбренера, военный атташе, едет в Советский Союз. И Гитлер ему говорит, не будь жлобом. Сталин, товарищ Сталин, это великий человек. Вот не мелочи себе, ты скажи ему спасибо за то, что он сделал для нас. Так вот, Сталин, первое, возродил германскую военную мощь. Второе, Сталин привел Гитлера к власти. И я в своих книгах доказываю и показываю это. Это и без меня известно. То есть, есть социал-демократы и есть коммунисты. И у них больше голосов, чем у Гитлера. И Геббельс пишет в своем дневнике, конец, все, деньги кончились, нас никто не поддерживает, сейчас будут выборы, мы провалимся, и все, и партия развалится. И вот товарищ Сталин, социал-демократы и коммунисты, Сталин приказывает им расколоться. То есть, вместе они победят Гитлера. И не будет войны. Какая, к чертям, извините меня, какая равная ответственность, если Гитлера сделал товарищ Сталин? И еще, какая равная ответственность? С одной стороны, я повторяю, возродили германскую армию. Второе, привели Гитлера к власти. Какая равная ответственность? Третье, вызывает Сталин, Риббентропа, Кремль и говорит, слушай, вот половину больше тебе, Германии, а половину мы их себе возьмем. Ага, давай. Все. 23 августа подписывают договор. Половина тебе, половина мне. Через неделю начинаем. Через неделю. Через неделю Гитлер начинает, нападает на Польшу. А дальше Сталин говорит, ой, а я не готов. Понимаете, это высшая степень, не знаю, какой-то азиатской хитрости. Это невероятно. Договорились, вот допустим, вы и я договорились кого-то убить. Вот, Ваня, давай вот убьем вот этого мужика. Давай. Раз, два, три. И я, бам, вы вот стреляете, а я говорю, ой, а у меня патронов нет. Потом, я уже дострелю, потом, через 17 дней Красная Армия вошла в Польшу, захватила. Причем террор, Красный террор в Польше был гораздо сильнее, чем в западной части захваченной Германии. Польские офицеры, захваченные немцами, в основном выжили в немецких концлагерях. У нас же всех перестреляли. Так вот, смотрите, первое, я повторяю, возродили германскую военную мощь, привели Гитлера к власти, затем руками Гитлера, он виноват, он главный виновник, подписали в Москве, но он развязал войну. И на него все свалили. Так вот, о какой же равной ответственности мы говорим, ну где она, равная ответственность? Если мы писали на стенах, что вот весь мир будет наш, если это было отображено на всех наших программах коммунистической партии, весь мир будет наш, равная ответственность. Так, ну а примыкает к этому долгие годы, это был предмет споров, миф о неготовности к войне. О том, что Советский Союз был, так сказать, в момент начала 22 июня 41 года, значит, событий известных. Не готов к войне. Отсюда объясняются огромные потери, плюс пленные, плюс потери территорий. Вот что по поводу вопроса неготовности к войне, как здесь быть? Давайте вот как посмотрим. Готовность к войне определяется не первым днем, а определяется последним днем. Вот давайте на последний день мы посмотрим и скажем, вот кто готов, кто нет. Вот Гитлер, вот готов Гитлер к войне. Вот лежит обгорелый труп, вот он готов к войне. И вот товарищ Сталин проводит парад победы. И товарищ Сталин захватил кусок Финляндии, Эстонии, Литва, Латвия, Польша к нам отошла, половина Германии, не половина, кусок солидной Германии. В России, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болгария были так надежда на Югославию и Албанию, кусок Ирана. Товарищ Сталин требовал колонии в Ливии, товарищ Сталин требовал военные базы в Босфории, в Дарданеллах и так далее. Вот неготовность к войне, ну как это так можно? Так вот, была неготовность к обороне. И некоторые мне говорят, так, божди, обороняться-то легче, чем наступать. Я согласен. Но если мы вывезли сотни тысяч тонн снарядов к самой границе, если мы вывели аэродромы, вот я показываю аэродром Высокое, в Брестской области, 8 километров от границы. То есть вот немецкая пехота без велосипедов даже вот перейдет границу, она уже на аэродроме, а самолеты не могут взлететь. Это вот, это готовность к нападению, потому что Красная Армия пойдет вперед, а аэродромы остаются где-то сзади. Вот мы их выдвинули. Но чем выше наша готовность к нанесению внезапного удара, тем ниже наша готовность к обороне. Ну я прошу прощения за такое сравнение. Вот допустим, пришел какой-то мужчина к чужой жене, допустим, вот и спустил уже он штаны свои. Вот это готовность или это неготовность? Ну это смотря к чему готовность. Вот к половому акту это полная готовность. А вот если муж идет, вот нужно убегать, вот это как раз полная неготовность, понимаете? Вот именно это было с Советским Союзом. Вот готовность к нанесению внезапного удара это полная, совершенная готовность. А вот оборона, никакой обороны. Вот смотрите, было Днепровское военное плотилие. Днепровское военное плотилие. Днепр перекрывает большую часть театра военных действий. Это непреодолимая водная преграда. Мосты по пальцам пересчитать. Вот в Киеве, четыре моста в Киеве. Но Киев прикрыт укрепленным районом, который подковой охватывает Киевский урок. Это совершенно сверхмощный район. Если враги подойдут к Киеву, сначала мы будем защищать наши мосты, а отходя их взорвем. А потом вниз, вот в Каневе мосты, в Черкассах мосты, в Кременчуге. И дальше в Днепровец и все. Взорви мосты и все. А на Днепре Днепровская военная плотилия. Не позволит она наводить мосты. Так вот, Днепровскую военную плотилию по инициативе Жукова ее расформировали. Ее разделили на две плотилии. Одну двинули в Припять. Чтобы вот сейчас, зачем, понимаете, там в этих лесах, в болотах, так нет, Днепровско-Бухский канал прорыли. Чтобы эти корабли вышли в реки Польши, а затем перешли бы в реки Германии. А вторую часть сдвинули в Дунай. То есть, с точки зрения наступления, Дунайская флотилия пошла бы вперед и перекрыла нефтепроводы через Дунай. Так это был бы конец Гитлеру, понимаете. А с точки зрения обороны, там где-то в лесах, в болотах Белоруссии, огромные речные корабли. И в дельте Дуная никому не нужны. То есть, я повторяю, подготовка к наступлению и подготовка к обороне, это разные типы подготовки. Ну, понятно. Возвращаясь к тому, о чем мы говорили. Но на ваш взгляд, вообще, насколько критичной уже для осмысления вообще и собственной истории войны является закрытые архивы в России. Потому что, ну вот не так давно, в общем-то говоря, несмотря на все ведущиеся дискуссии, значит, продлен срок закрытого архива войны. Ну, значительного их массива. Путин принял об этом решение. Это было объявлено по ходе до 40-го года. Архивы открываться не будут. Вот, собственно говоря, как можно спустя 75 лет победы, празднование которому придается такое значение, идеологическое значение на высшем уровне. И вот, пожалуй, что Россия это единственная страна, где доступ к архивам войны 75 лет назад выиграны, как бы считается, закрыты. Как вообще можно изучать историю в условиях отсутствия доступа к архивам? Я тут наготовил всяких, допустим, повторяю, историй войны нет вообще. Сейчас ведется борьба за правду историй. Вот говорят, вот защитим правду историй. Я говорю, ребята, товарищи, доценты с кандидатами, какую правду вы собираетесь защищать? И вообще, кто вот писал, кто эти люди с точки зрения морали, человеческой морали, кто эти люди, которые писали вот эти толстые тома? Смотрите, это история Великой Отечественной войны, то есть при Сталине не было истории, вообще не было. А при Хрущеве сочинили вот эту историю, шесть томов, вот они сзади меня тут стоят. Вот я цитирую отсюда. Так, значит, авиация флота увеличилась на 39%. Слушайте, это шарага, это примерно вот из какой оперы. В 1944 году вице-президент Уоллеса прибыл на Колыму, потому что товарищ Сталин обещал расплатиться. Что-то он получал бесплатно, а за что-то он обещал заплатить золото. Приезжает Уоллес на Колыму и ему показывают. Такие откормленные зэки там ходят, жизнерадостные, хорошо одеты, в дубленочках все. Вот. Ну там вышки спилили, вертухаев нарядили в зэков. И он спрашивает у начальника Дальстроя, сколько вообще-то золота вы добыли. Если не секрет, конечно, вот в прошлом, в 43-м году. Никишев, генерал-лейтенант, в последствии, а в то время комиссар государственной безопасности 3-го раунда, Никишев, в момент. Он говорит, никакого секрета нет. Вот в прошлом, в 1943 году, мы добыли золото на 7,5% больше, чем в предыдущем, в 42-м году. Вот именно так написана наша история. Танков было 15% тяжелых, а 40% было средних танков. Обратите, отколько всего? То есть это фуллеры какие-то. И история войны вообще не написана. Когда эти люди писали, вот эти люди пишут историю при Хрущеве, потом пишут при Брежневе, то же самое. Потом при Горбачеве пытались написать, переругались все, ничего не написали. И вот теперь, уже при новом тысячелетии, я не помню, кто у нас там начальник, вот вышла, это, наконец, восьмитомная история. Вот она, эта история. Вот даже называется президентская комиссия. Президентская комиссия. Вот, что здесь? Вот я цитирую. Окей. Объем эндаумента – миллиардов долларов. Принстонский университет в 2010 году – 16 миллиардов. А Гарвардский университет – 34 миллиарда. Обождите, стойте, обождите. Я вот это читаю, это что-то чудовищное. То есть, сидят ребята, получают некто Нарышкин, трудно сказать, кто такой. Возможно, мы знаем этого Нарышкина. Давайте, да, вот я не знаю, не знаю. Вот. Нарочницкая тут. Тоже знаем такую, тоже знаем. Чубарьян. Тоже знаем. И вот эти ребята, эти ребята пишут, вот эта книга, вот, за честную историю, пишут о том, что вообще никакого отношения к войне не имеет. Это вообще, вот, про 2010 год, 2010 год, эндаутмент. Такие красивые слова, такие умные люди. Мне так, я не понимаю. Все трое, кстати, из органов. Все трое из органов. Я понимаю. Так вот, вот они пишут, зачем это? Зачем это нужно? А просто им нечего. Вот мы теперь историю написали. Вот за честную историю называется. Но тут такие вещи. Вот я тут открываю, открываю страницы. Это халтура полнейшая. Вот допустим, картинка. Немецкие войска идут по наплавному майсту через Днепр. Подпись. Беженцы из Сталинграда во время привала. То есть, халтура настолько, картинки дикие совершенно, никакой связи, никакой логики. А местами идет просто преступление. Вот тут этот том шестой. Страница 256. Тут гитлеровские, и тут какие-то воззвания гитлеровские. Я цитировать это просто не могу. Я не берусь это цитировать. Это антирусская, это антиславянская, антисемитская пропаганда. И это без всяких, это без всяких объяснений. Почему это здесь? И за честную историю. То, что здесь написано в гитлеровских листовках, я повторяю, я просто не могу прочитать своему читателю, своему слушателю. Ребята, вот найдите сами и вот это прочитайте. Это тихий ужас. За это нужно сажать, за это нужно давать пожизненное заключение. И вот это называется у нас честная история. Закрыты 413 тысяч единиц хранения закрыты в архивах навсегда, навечно, на 100 лет. При Сталине на 25 лет, прошли эти 25 лет, ну давай еще на 20, ну давай еще на 20. Вот сейчас еще до 2040 года, придет 2040 год, ну еще там на 100 лет хранения. То есть, если есть прекрасная женщина, которую живут, родина мать зовет и так далее, но у нее грязная история, которую нужно прятать, то значит что-то с нашей историей тут, ну что-то у нас грязное, что-то черное, что-то такое, чего нельзя показывать. Не тому поколению, которое воевало, не тому, которое родилось после, уже вымирает то поколение, которое родилось после войны. Я уж старый пень, у меня скоро 73 года будет, а я через два года после войны родился. Так вот, мне нельзя знать, за что воевал мой отец. Мне не положено этого знать. Так вот, я считаю, что до тех пор, пока архивы не будут открыты, так ведь там же и уничтожается еще черт знает сколько. Нечего нам праздновать, граждане, не надо это. То есть, повторяю, это праздник дураков и преступников. Преступники те, кто прячут от нас нашу собственную историю. И дураки те, кто верит преступникам и будет маршировать, и будет с колясочками вывозить эти колясочки на улице, писать на них Т-34 и вешать эти ленточки там, куда только возможно.